Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Более тысячи новых мест. В Самаре завершается строительство и реконструкция детских садов. Работать безопасно и эффективно. Специалисты по охране труда рассказали о требованиях к работе бригад по очистке крыш. Как управлять своим бизнесом в интернете. Обучающий семинар прошел для самарских предпринимателей. И главная новость дня. Ложная тревога. Самарские водители второй день штурмуют диспансеры и поликлиники. Завтра должен был вступить в силу закон, согласно которому наркологи должны были не просто ставить печать в медсправку для получения прав, но и проводить тесты на содержание алкоголя и наркотиков в крови водителей. Это влекло за собой подорожание справки до 7-8 тысяч. И в последние два дня до повышения стоимости услуги люди надеялись сэкономить. В итоге заместитель министра здравоохранения России Олег Сологай в соцсетях сообщил, что принятие непопулярного решения пока откладывается. Психиатра я уже получил, осталось только нарколога. И вот в связи с такой ситуацией стоит очередь где-то в 2,5 часа, чтобы получить одну справку. Ой, я вот с утра здесь. Я вспотел, видите, вышел и расстегнулся. Ну, очень долго. Более тысячи мест станут доступны после того, как откроются детские сады, что строят и реконструируют по национальному проекту демография. Сегодня стройплощадки дошкольных учреждений осмотрела глава Самары Елена Лапушкина. Где работы уже завершаются, а где необходимо небольшое ускорение, в репортаже нашей съемочной группы. Асфальтируют дорожки, стелют покрытие летней веранды. Строительство детского сада на Ташкентской продолжается. Уже появились большие витражные окна. Заканчивается покраска фасада. Смонтирован теплоузел. С момента подачи отопления работы будут проходить в круглосуточном режиме в три смены. Сейчас как отопление, субботу даю, я сюда людей добавлять буду порядка 20-30 человек. А вот в детском саду на Алматинской внутренние помещения почти готовы. Осталось закончить монтаж потолка, покраску комнаты и установить сантехнику. Она уже заказана и будет доставлена в ближайшие дни. Основные силы подрядчик сейчас направил на благоустройство территории. Большие объемы выполнения по внутренним работам. Там надо ускориться по внешнему благоустройству. Погода пока что это позволяет сделать. И мы полагаем, там все работы также будут выполнены. Кроме строительства новых детских садов в городе продолжается реконструкция еще двух зданий, в которых ранее уже располагались дошкольные учреждения. На новой вокзальной 213 готов фасад детсада. На территории установлены беседки и спортплощадка. Внутри продолжаются работы по покраске и устройству пожарной сигнализации. А на Карла Маркса 448А уже полностью готов второй этаж. Осталось лишь завести мебель. В понедельник завозим всю мебель сразу. Всю. Несколько мазов. И будем потом потихоньку собирать. Самый высокий процент готовности у детского сада на Георгия Ратнера. Здесь даже стены успели расписать веселыми рисунками. В здание подается отопление. На двух этажах начали уборку после ремонта. А на улице вокруг сада выросли беседки и игровые площадки. Готовность у нас практически 90%. Здесь уже на двух этажах ведется отмывка помещений. Поэтому здесь у нас опасений каких-то по невводу объекта совершенно нет. Строительство и реконструкция детских садов в Самаре выполняется по национальному проекту «Демография», который инициировал президент России Владимир Путин. Глава Самары Елена Лапушкина поручила увеличить количество рабочих и строго придерживаться намеченных сроков. Все объекты планируют сдать до конца этого года. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Очистка крыш и карнизов от снега, наледи и сосулек – одна из самых сложных и травмоопасных работ. На ежегодном семинаре по обучению работников управляющих компаний ТСЖ, которые проводят городские власти, рассказали, насколько важно соблюдать технику безопасности. Особенно в зимний период. Какие требования предъявляют к альпинистам, расскажет Елена Малютина. Надевается она, достаточно просто надевается она, как билет. Надеваются верхние лямки, застегивается все сверху вниз, все точки, все замки. Вот так выглядит страховка с ножными наплечными лямками, поясом и с точками крепления на спине, груди, а также по бокам. При падении нагрузка равномерно распределяется на бедра и плечи и обеспечивает полную безопасность. На ежегодном семинаре по обучению работников управляющих компаний и товарищей собственников жилья, которые проводят городские власти, рассказали, насколько важно соблюдать технику безопасности, особенно в зимний период. Комплекс работ, конечно же, в наибольшей степени он легче проходит, безопаснее проходит, когда работники обучены. Это основное требование к работникам, естественно, к организации таких работ. Но в комплексе мы должны с вами рассматривать, что это зависит от работодателя, который все-таки должен четко следовать установленной организации принципу обеспечения приоритета жизни и здоровья работников. Очистка крышек, карнизов от снега, наледей и сосулек – одна из сложных и травмоопасных работ. К ее выполнению допускаются сотрудники не моложе 18 лет и не старше 60, которые прошли ежегодное обязательное медицинское обследование, обучение безопасным методам выполнения работ и имеющие разрешение на работу на высоте. Специалисты говорят, работодатели стали чаще следить за соблюдением техники безопасности и покупают для сотрудников качественное оборудование. В начале, когда только правила вышли, год-два ушло на то, чтобы люди осознали новые правила, поняли и переложили это на свои производства. Сейчас уже пояса, как было в старых правилах, они уже практически отошли. И все же некоторые специалисты по-прежнему пренебрегают техникой безопасности. В этом году в Самаре произошло 82 несчастных случая. Елена Малютина, Максим Гусев, События. Как управлять своим бизнесом в интернете и создать эффективный и работоспособный информационный ресурс? Об этом знают самарские предприниматели, которые пришли на бесплатный семинар в железнодорожном районе. Как развивать свое дело при помощи онлайн-сервисов, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Александр Шипов, начинающий предприниматель. Недавно он открыл семейный бизнес вместе с супругой в небольшой косметологический кабинет. Мужчина считает, что онлайн-сервисы – один из самых перспективных инструментов для продвижения услуг на рынке. С их помощью можно научиться работать в социальных сетях и грамотно презентовать свое дело в интернете. Сейчас посещаем семинары для того, чтобы узнать новый опыт, который есть у людей, которые занимаются больше нас предпринимательством. Уже несколько семинаров я посетил. Было очень интересно, продуктивно. И сейчас организация «Право» дает возможность увидеть новых спикеров. Онлайн-сервисы помогают создать фундамент для развития успешного бизнеса. Они способны существенно облегчить жизнь людям, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Например, управлять предприятием, товарооборотом для розничной торговли, построением и продвижением сайта компаний, а также анализировать рынок и даже искать клиентов. Онлайн-сервисы, в частности для бизнеса, это сервисы предоставления специальных услуг разного рода, которые помогают малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям. Сейчас вот с последним законодательством, самозанятым гражданам, как-то стартануть. Семинары для уже действующих и начинающих предпринимателей проходят в Самаре практически каждый день. Их организацией занимается Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. По словам организаторов, в современном мире существует огромное количество онлайн-сервисов, инструменты постоянно обновляются. Чтобы научиться работать с ними правильно, нужно обладать определенными знаниями. Семинар будет направлен на то, чтобы рассказать предпринимателям, как правильно настроить данную систему для того, чтобы она работала. Этот семинар далеко не последний. До конца года в Самаре проведут еще 13 тренингов на разные темы по бизнесу. После лекции предприниматели смогут получить индивидуальную консультацию у опытных спикеров. Участие бесплатное. Анатолий Головко, Константин Головин. События. В Самаре продлен прием заявок на получение грантов на создание своего бизнеса. Его проводит городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и «Поддержка предпринимательской инициативы». Что нужно, чтобы получить финансовую поддержку, узнала Лариса Шлафаст. «Пять шагов, чтобы открыть свой бизнес. С чего начать свое дело» потенциальным предпринимателям рассказывают на семинаре, который проходит по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Владимир Обухов в бизнесе более 30 лет. Сейчас занимается производством жареных семечек. Убежден, поддержка профессионалов нужна как начинающим, так и опытным предпринимателям. Они помогают мне в самом главном, в реализации моей продукции. Потому что самое сложное сейчас не произвести, а самое сложное продать. И вот с помощью частного государственного партнерства, с помощью выставок, которые мне предоставляет возможность участвовать мэрия Самары, я ищу новых партнеров, заключаю новые договора. Семинары для начинающих предпринимателей проходят во всех районах Самары. Полезными в работе знаниями с участниками делятся специалисты городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Участникам рассказывают о мерах поддержки, которые есть в городе для начинающих бизнесменов. Кроме информационной, есть и финансовая поддержка. В Самаре продлен конкурс грантов. Пакет документов принимают по адресу Галактионовская, 25. Пакет документов совершенно несложный. Состоит из учредительных документов, ряда справок, которые предприниматель заполняет сам. И справки из налоговой инспекции – единственный документ, который заполняется на стороне, который подтверждает, что у предпринимателя нет налоговой задолженности. Также предприниматели могут обратиться за консультацией в Самарский бизнес-инкубатор. Здесь помогут разработать бизнес-план, зарегистрировать фирму. Индивидуальные консультации по бухгалтерским вопросам, по юридическим и по общим вопросам ведения бизнеса. Ну и, естественно, широкий спектр проведений различных семинаров. Семинар «Пять шагов к успеху» завершил череду встреч во всех районах Самары. Следующий цикл полезных лекций пройдет в начале декабря. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Бантик, бабочка, даже каждый стежок – все продумано до мелочей. В Самаре представят коллекцию женских еврейских головных уборов, созданную местной мастерицей Юлией Коган. Такая трактовка головных уборов России будет представлена впервые. Елена Малютина расскажет подробнее. Я более такая приближенная, более к национальному колориту. А вот у нашей модели Елены, у нее более такие современные трактовки этого головного убора. Здесь определенная шапочка, здесь бантик из норки и так далее. Вот у модели Натальи, у нее, например, идет уже зимний вариант. Вязать, шить, вышивать Юлия Коган умеет с детства. А созданием головных уборов увлеклась более 20 лет назад. Свою первую работу она сделала для сына. Это была вязаная шапочка, обшитая мехом из песца. Друзья высоко оценили работу Юлии, и она стала шить для них головные уборы в подарок. А через некоторое время увлеклась историей еврейских головных уборов. Сейчас в ее коллекции более 200 работ, и каждая по-своему уникальна. В этой работе все продумано до мелочей. Использовали эксклюзивные технологии обработки меха. Подклад ободка – шелковый бархат. Также применили кружево. Металлизация меха – это разработанная в России технология. Была использована на разных показах. На мех наносится нано-напыление металлических составов, серебряного, золотого. А также, вот вы видите, это система хамелеон. Бантик, бабочка, буквально каждый стежок имеет свой авторский стиль. Супруг Юлии – Марк Коган, заслуженный артист Самарской области, художественный руководитель и главный дирижер Самарского муниципального духового оркестра и руководитель еврейской общины. Увлечение жены поддерживает. Это настолько новое веяние, настолько это возврат к историческим каким-то моделям, к историческому наследию. Есть традиции многовековые, на которых зиждется все. А именно, покрытая голова – знак уважения. Знак уважения к Всевышнему, знак уважения к дому, знак уважения к гостям. А уж как она покрыта, об этом может только фантазировать женщина. Мужчине в голову не придет, что можно что-то придумать вместо кепки. Еврейская женщина – это красивая, это статная, это ухоженная, это просто цветочек. В нашем мире каждый головной убор будет называться еврейским древним именем. Шушана – есть имя Сара. Для каждой модели будет предназначено какое-то древнее имя. Судя по ее колору, судя по ее глазкам, по ее структуре. Совсем скоро самарцы смогут увидеть коллекцию Юлии Коган. Модный показ головных уборов пройдет 24 декабря. Работы мастерицы представят женщины разных возрастов. Самой старшей модели – 60 лет. Елена Малютина, Николай Епифанов, События. Далее, коротко о других темах дня. В Самаре осужден бывший сотрудник военкомата Александр Барабаш. Его задержали сотрудники ФСБ при получении взятки от срочников. За ним был закреплен Кировский и Красноглинский район Самары. По словам силовиков, Барабаш снимал призывников с военного учета, получая сумму в размере 100 тысяч рублей. Вносил в медицинские справки ложные диагнозы. После этого будущие солдаты признавались негодными к службе. Судили экс-старшего помощника отделения военного комиссариата Кировского и Красноглинского районов. Сразу по четырем уголовным делам по статье «Мошенничество». Суд приговорил Барабаша к двум годам колонии общего режима. Также бывший сотрудник военкомата не сможет работать в госструктурах. В Самаре завершено расследование уголовного дела по факту ДТП в Ленинском районе, которое произошло летом 2017 года. В тот день там столкнулись два автомобиля. Ущерб оценили в несколько десятков тысяч рублей. Вот только проверка показала, что авария была инсценирована. Замешаны в этом оказались несколько человек. Установлено, что житель Самары совместно с другими участниками преступной группы организовали фиктивное ДТП с целью хищения страховых выплат. После имитации столкновения участники сговора подготовили ложные объяснения. Схему ДТП и другие документы, после чего получили от страховой компании 150 тысяч рублей. В ближайшее время перед судом предстанет один из членов преступной группы. Необычные явления над Волгой могли наблюдать жители Сызрани. Река словно закипела. Это морозный пар, который образовался из-за холодов. К такому явлению привела разница температур. Сегодня утром в Самарской области было минус 14 градусов, а местами даже минус 18. А вот вода в Волге гораздо теплее. Ее температура около 5 градусов. При морозах пар сгущается в капли. Образуется туман, который становится заметен невооруженным глазом. Число курящих сигарет в Самаре стало меньше на 6-7%. Часть зависимых перешли на заменители вроде новомодного вейпа. Реклама гласит, что он менее вреден. На практике все с точностью да наоборот, говорят специалисты. Помимо табака, вейпы содержат ароматические добавки, масла, канцерогены, которые оседают в легких курильщиках. В Самаре прошел Международный день отказа от курения. Отмечая его, активисты надеются убедить курильщиков отказаться от пагубного пристрастия. И если человек испытывает затруднения, то на самом деле надо не экспериментировать, а надо обращаться к специалистам. То есть в центры здоровья, в отделении пристрастики, кабинеты по отказу от курения, которые у нас присутствуют. Мы всегда всех призываем, что бросайте курить, а если кто еще не пристрастился к этой пагубной привычке, то и не начинайте. Презентация книги «Самарское знамя» прошла в первой гимназии. Историческое событие создания символа независимости болгар в ходе русско-турецкой войны 1877 года описано в приключенческом романе. Автор Алексей Солоницын рассказывает в книге и на встречах с читателями, почему нужно помнить этот исторический эпизод в жизни города. Сергей Кизоркин продолжит. Подлинная история «Самарского знамени» в романе Алексея Солоницына. На написание книги автор потратил несколько лет кропотливого труда. Это и работа с историческими документами, и встречи с краеведами, музейными работниками. Посещение Иверского монастыря, где и был соткан символ освобождения славянских народов от 500-летнего османского ига во время русско-турецкой войны 1877 года. Писатель уверен, самарцы именно этим поступком в 19 веке показали всему миру свой духовный и патриотический уровень. Самарское знамя – это такой символ духовный, которого нет ни у одного города, насколько я знаю. А есть у нас, и мы должны этим гордиться. Презентация романа «Самарское знамя» прошла в первой гимназии. Старшеклассница Ирина Мельник про Самарское знамя знает почти все, увлекается историей. Корни этих двух народов берут одно начало. Я считаю, что нужно поддерживать связь, не забывать и о прошлом, не забывать и о истории, которая происходила. И нужно поддерживать связь и помогать друг другу. В мае в Самаре прошел международный фестиваль «Самарское знамя». Он получил широкий общественный и культурный резонанс. Приезжали гости из Болгарии. Недавно в Самаре был с официальным визитом и посол этой страны. Эти встречи, говорит учитель истории первой гимназии, она будет помнить всегда. Самара оказалась городом, протянувши руку помощи Болгарии в сложный момент ее исторического развития. Что Россия и Самара, и Болгария, но особенно наш город, мы побратимы не просто формально, а мы побратимы реально. Автор книги Алексей Солоницын мечтает, что когда-нибудь в исторической части Самары появится и памятник Самарскому знамени. Символу независимости, патриотизма и героизма двух славянских народов, русских и болгар. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Крылья Советов ждут глобальные перемены, а хоккеисты ЦСКАВС в воскресенье сразятся с Ладой на ее площадке в Кубке Шелкового пути. Об этом и о других интересных спортивных событиях региона расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Хотите знать о самарском спорте и спортсменах как можно больше? Смотрите Самары ГИС. Анастасия Лагина, Елена Михайличенко и Ольга Фомина из гандбольной лады в составе национальной сборной России отправились в Корею на международный турнир. А затем тольятинки поедут в Японию на чемпионат мира. Кроме спортсменок в сборной работает помощником главного тренера Амброса Мартина, главный тренер лады Алексей Алексеев. К команде может присоединиться и Ольга Щербак. Правда, если кто-то из сборниц получит травму. Тольятинская хоккейная лада уехала в Пензу и там проиграла местному дизелю в очередном матче в высшей хоккейной лиге Кубок Шелкового пути. Счет на исходе второго периода открыл нападающий хозяев Антон Андрианов. В дебюте третьего Александр Денишкин сравнял счет, а за пять минут до конца матча экс-ладовец Николай Владимиров забросил победную шайбу 2-1. Не помогла уйти от поражения и замена вратаря на шестого полевого. Сейчас лада занимает в международном турнире второе место, а Самарский клуб ЦСК ВВС – восьмое. Волжской дерби состоится в воскресенье в пять вечера в Тольятти. Правительство Самарской области планирует сократить финансирование футбольного клуба «Крылья Советов». Сейчас его бюджет 1,6 миллиарда рублей. По словам заместителя губернатора Александра Фетисова, две трети от этой суммы – это деньги налогоплательщиков. Остальные – спонсоры. Задача на следующий год – достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечит регион, а другую – частные партнеры. Это были Самарские новости спорта. Я Сергей Кизоркин. До встречи в эфире и на спортплощадках города. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гиз» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»